Как же так? В модели, где только главные эффекты, у нас и мужской пол, и бессрочный контракт имеют положительный эффект. А в модели с эффектом взаимодействия мужской пол дает отрицательную добавку. Пожалуй, в русле этой темы лежит известный парадокс Симпсона, который можно, я думаю, найти в той же Википедии. Суть в том, что введение третьей переменной, которая посредует связь между двумя другими переменами, может изменить характер связи между этими двумя переменами. У нас есть бессрочный контракт и зависимые переменные. Связь между ними положительная. Но при введении третьей переменной, пол, связь остается положительной, но становится слабее. Характер меняется. Причем, статистически, такая интерпретация более точная. Почему? Потому что мы же провели процедуру пошаговой регрессии. И эффект пола, одномерный эффект пола был отсеян. Его здесь нет в этом списке. Значит, наша модель прошла более строгий отбор эффектов, чем модель, где только главные эффекты. Более строгий в том смысле, что здесь, где только главные эффекты, не было возможности рассмотреть два варианта. Вариант с двухмерной связью, вариант с трехмерной связью. Поэтому машина оставила только вот эти двухмерные связи с полом и с бессрочным контрактом. А в модели с эффектами взаимодействия у машины был выбор. И поэтому статистически оказалось, что лучше оставить эффект взаимодействия, а не главные эффекты пола. За счет этого и получается, что модель с интеракшн эффектами имеет лучшую объяснительную способность, чем модель только с главными эффектами. В теории машина могла бы оставить и эффект пола, и интерпретация была бы тогда несколько другой. То есть у нас было бы три переменных, три эффекта, которые отвечали бы влиянию контракта и пола.